Друзья, всем привет! В этом видео хотели поделиться с вами нашей таблицы, которую мы используем для подсчетов доходов, а также лимитов в арбитраже. Таблица находится у нас в телеграм-канале, ссылочка в описании. Вверху в шапке находится общая сумма денег у вас на счету, а также общий доход и доход за последний день. Ниже находится первая таблица, в зеленых строках мы вписываем сумму, на которую мы покупаем какую-то монетку, в красную пишем, со сколько продаем ее. Допустим, мы заходим на Binance, покупаем монетку Boost, выбираем ордер продать, по 40.11 покупаем Boost, потом продаем его уже по цене 40.38. Вот, и вписываем сумму, на которую мы покупаем эти монетки, здесь в таблице. И ниже у нас в таблице будет написано, сколько мы заработали. Вот эта вот таблица, это курсы всех валют, ее нужно обновлять как минимум два раза в день. Вот этих две таблицы, в которые мы ничего не вписываем, она будет просто выбивать из дохода из первой таблицы. Вот, допустим, мы покупали Boost по 40.12, продали его по 40.39, вот, и здесь будет наш доход, сколько мы заработали. Ниже находится у нас следующая таблица, под каждую монетку. Эта монета под USDT, вот, это если мы покупаем, допустим, одну монету. Вот, допустим, по 40.12 купили USDT, потом переходим на Spot, меняем эту монету на Boost. Вот здесь выбираем Boost, вот, меняем ее по курсу 1 к 1 или 0.999, вот, и потом заходим обратно. Обратно на P2P и продаем уже Boost на PrivatBank, там, или другой банк, который вы пользуетесь. По цене уже 40.38, 40.40, вот, и здесь вот записываем, сколько у нас получилось денег с этой транзакции. Вот, под каждой монетой есть отдельная таблица. Ниже находятся еще две таблицы. Первая подсчитывает общий доход по каждому из банков, а вторая – общие лимиты по каждому из банков, чтобы случайно не превысить их. Таблица находится у нас в телеграм-канале, также там есть много полезной информации по арбитражу, ссылочка в описании. Всем пока.